МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, мама. Как дела у тебя? Как дома там? Чтобы тюрьма не стала клеймом, несовершеннолетние осужденные участвуют в реабилитационной программе «Дом, в котором ждут». Слесок пришел к нам и говорит, распишитесь. Я там ликвидировала, ну, вот это вот, что-то с трубой. Креатив от коммунальщиков. Управляющая компания латает протекающие трубы скотчем. Я себя всегда считаю немножко художником. И «Актиз» в лицах. Кто в телекомпании отвечает за звук и картинку? О работе бойцов невидимого фронта смотрите репортаж, посвященный юбилею канала. В эфире новости телеканала «Актиз» с событиями пятницы. Вас познакомлю я, Ольга Отюбрина. Здравствуйте. Резкая смена погоды вновь застала автомобилистов врасплох. Выпавший накануне снег и понижение температуры превратили дороги в настоящий каток. Социальные сети пестрят сообщениями и снимками ДТП. Вероятность столкновений возрастает по утрам и вечерам. Кто еще не поменял летнюю резину, необходимо в срочном порядке заменить ее на зимнюю, а также соблюдать меры предосторожности, дистанцию, скоростной режим. Также следует помнить о том, что через неделю начинаются осенние каникулы, количество детей на улицах города увеличится, и также возможно их неожиданное появление на проезжей части. В Ангарске посыпку дорог начали делать с пяти утра. Работу по обработке скользких участков планируют продолжить сегодня вечером. Сегодня Ангарск посетили представители комиссий по делам несовершеннолетних из-за Байкалья и Республики Бурятия. Они прибыли в ангарскую воспитательную колонию, где отбывают наказания подростки из их регионов. И не с пустыми руками. Все подробности в нашем сюжете далее. Дом, где тебя ждут. Так называется межрегиональный проект Фонда правозащитников Ювента, который в июле этого года получил президентский грант и возможность реализации в Чеченской, Иркутской областях и Республике Бурятия. Руководитель проекта, педагог с многолетним стажем ангарской воспитательной колонии Людмила Третьякова не оставила своих подопечных, даже выйдя на заслуженный отдых. Мало просто работать с мальчишками. Да, мы здесь много для них делали, делаем, но они выходят туда же, откуда и пришли, в ту же самую среду. И не всегда родители, было очевидно, не всегда родители готовы их принять новыми, изменившимися, какими-то другими. И они, попадая в старую среду, они возвращаются как бы на те же самые рельсы, с которых они, в общем-то, сюда и заехали. Поэтому главный упор в проекте специалисты делают уже не столько на самого подростка, сколько на его окружение и близких. Семья в нем – это основа для ресоциализации детей, приступивших закон. Если помогать поддерживать отношения родственникам с ребенком, которые находятся в неволе, возможно, удастся предотвратить и новые преступления. Да, не забыли все броню. Чего хочешь от будущего? Да, особо отрянечу. Чтобы вот семьяк самое главное была. Это презентация фильма, которой открылась встреча подростков с правозащитниками. Дорогу осилит идущий. Документальная картина, в центре внимания которой непридуманные истории мальчишек, отбывающих наказание за различные преступления. Пришел и совершил преступление с 5-й, убил человека. Я сам даже от себя такого не ожидал, что я так смогу. Героями киноленты стали ребята из Забайкаля, отбывающие или на момент презентации картины уже отбывшие наказание в ангарской воспитательной колонии. Сегодня здесь находятся и 10 подростков из республики Бурятия. Все они в рамках реализации проекта «Дом, где тебя ждут» получат письма как в видеоформате, так и в бумажном виде от родителей, друзей и родственников. Я поняла сейчас по реакции детей, что они этого очень ждут. Да, потому что родители уже получили письма от ребятишек. То есть у нас такой идет обмен. Он очень важен в плане ресоциализации. Потому что восстановление где-то и поддержка родительско-детских отношений, когда ребенок находится в закрытом учреждении, я считаю, что это очень важно для того, чтобы в дальнейшем ребенок не повторил те поступки, за которые он здесь содержится и уже встал на путь истинный, как говорится. У подростков, кто прибыл в колонию из Ангарска и ближайших к нему городов, больше возможностей для связи с родственниками. Тем не менее, и они всегда рады отправить свое видеописьмо в дом, где их ждут. Привет, мама. Как дела у тебя? Как дома там? Я-то там скучаю. Что еще сказать? Скоро, наверное, дома буду, вернусь. Ждите, скучайте. Ольга Атюбрина, Дмитрий Швецов, Местное время. Все проблемы можно решить с помощью скотча. Видимо, так решили техники одной из управляющих компаний города и замотали протекающие трубы. Креатив оценили жители дома и пригласили журналистов. Что это – оригинальное решение или халатность? Разбиралась моя коллега Мария Константинова. Распахнуть окно, чтобы насладиться свежим воздухом. От неприятных запахов жительницы 7-го дома 38-го квартала Руслане Шулеповой уже не раз становилось плохо. Приходилось даже скорую вызывать. Сейчас 90-летняя ангарчанка во время приступов спасается нитроглицерином. Слесарь пришел к нам и говорит, распишитесь. Я там ликвидировала, ну вот это вот, что-то с трубой. Вот. Говорит, все в порядке. И мы расписались. И он ушел. А запах как был, так и остался. Из-за проблемы страдают все 12 квартир, расположенных в 7-м доме. Утром, когда идем все на работу в школу, открываем дверь, там такое зловоние, что голова начинает крыжиться и рвотный рефлекс. Ребенок вот у меня ходит в школу, открывает быстро дверь, зажимает рот, нос и выбегает. Выбегает прямо из подъезда. Запах идет из подвала. Управляющая компания «Центр» о проблеме прекрасно знает и даже отправила на место ремонтную бригаду. Ноу-хау местных слесарей. Прийти на место, где есть авария и замотать трубы скотчем. Причем так, что протечка все-таки прощупывается. Возможно, такое уникальное решение ангарчане подсмотрели у питерских коммунальщиков, которые скотчем замотали ветви дерева, чтобы оно выглядело более респектабельнее. Скотч, признаясь коммунальщики, мера вынужденная. Денег на другие материалы понадежнее. У управляющей компании нет. Да и трубы в этом месте давно пора менять. Когда это случится, техники ЖЭКа сказать затруднились. А это уже другая часть подвала. Здесь, к месту протечки, иначе как вплавь, не доберешься. Повсюду старая мебель и домашняя утварь. Хотя хлама в подвальных помещениях быть не должно. Но здесь эти правила не работают. Во всех бедах управляющая компания «Центр» винит одного человека. Жители 11-й квартиры. Коммунальщики уверены, он самовольно захватил часть подвала. Он переоборудовал свой подвал. Эту часть подвала под собственные нужды. Чем он там занимается, никто не знает. Наши сотрудники неоднократно вручали ему уведомления о предоставлении доступа и осмотре этого подвала, которое должно производиться регулярно. Сегодня мы наконец-то попали в подвал и провели работы по осмотру и прочистке канализационного стояка этого подъезда. Мы установили, что там незаконно находится оборудование, освещение, отопление, компьютеры. Коммунальщики намерены с помощью полиции открыть доступ и выселить нарушителя. Только после этого аварию начнут устранять. Кстати, жильцы к своему предприимчивому соседу претензий не имеют. А вода, судя по всему, в подвале так и останется. Техники заявили, что по законам природы жидкость скоро может уйти в грунт. Если этого не случится, специалисты так уж и быть. Откачают затопленное помещение. А в областном жилнадзоре станет на одну жалобу больше. Ангарские жилищные компании в первых строчках антирейтинга. По количеству претензий от собственников – жилья. Завидная популярность. Мария Константинова, Наталья Никифорова, Дмитрий Швецов. Местное время. Первый шаг в атомный проект. В Ангарске проходила экологическая викторина среди старшеклассников города. На какие вопросы отвечали ребята и кто оказался лучшим, смотрите прямо сейчас. В экологической викторине приняли участие 15 команд и школ и учреждений дополнительного образования. На вопросы по экологии, деятельности предприятий атомной отрасли и аварии на Чернобыльской АЭС старшеклассники отвечали почти два часа. Организацию увлекательной игры взял на себя ДК «Энергетик», который в этом году выиграл конкурс социальных проектов АЭХК. На эти средства выделенные было приобретено очень много оборудования. Это и столы, это электронное табло, которое вы можете у нас увидеть, это стойки. Также много канцелярской продукции, которая подарена будет детям. Это значки, ручки, блокноты, ежедневники. Также мы обязательно отметим сегодня и всех руководителей. Не только благодарностями, но также пошительными призами. В первых двух турах лидерство держала команда «Электронщики» из четвертой школы. Ребята – самые младшие участники игры. Учатся в восьмом классе, посещают факультатив по физике. Но в финале важно было не только знать правильный ответ, но и вовремя нажать кнопку. И тут реакция подвела. Старшеклассники из восьмой гимназии оказались быстрее. На втором месте – ангарский лицей имени Янгеля. Нужно отметить, что хорошие знания о работе родного АЭХК проявили участники всех команд. Ведь интеллектуальную игру «Первый шаг в атомный проект» предприятие организует уже шестой год подряд. Мы хотим ребятам дать возможность познакомиться с тем предприятием, которое работает на территории Ангарска, с атомной промышленностью. Самим убедиться на собственных знаниях, что мы совершенно безопасны в производстве, что экология благодаря нам может быть даже и улучшается, потому что АЭХК традиционно является самым чистым экологическим предприятием области Иркутской. Финалистам экологической викторины компания «ТВЭЛ» и «Ангарский электролизный химический комбинат» презентовали современные стереонаушники и планшеты, которые, безусловно, помогут им в дальнейшей образовательной деятельности. Дорогие подарки получили также победители в индивидуальном зачете. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. Первокурсников АНГТУ минувшим вечером посвятили в студенты. В этом году вновь прибывших 369 человек. Впервые на веселом студенческом празднике выступил местный гарнизон пожарной охраны. В знак дружбы начальник третьего отряда преподнес студентам кубок брендмейстера. Подарок со смыслом. На базе АНГТУ создан свой добровольный студенческий противопожарный отряд. Вы, наверное, все многие видели, как в этом году на территории Российской Федерации, на территории нашей области, Сибирского федерального округа, происходили пожары, где люди теряли свой кров. Также была допущена и гибель людей, травмирование. Когда студенты-добровольцы выпускаются, их места занимают поступившие на учебу. В отряде могут состоять до 50 человек. Критерии отбора – возраст от 18 лет и отменное здоровье. Пока желание вступить, изъявили только пять студентов. Юбилейная выставка работ ангарского геофизика Леонида Шпилько открылась 26 октября в Музее минералов. Геолога нет среди нас уже два года, но память о нем жива. Его супруга Нина Артеменко ведет у школьников лекции, где демонстрирует фильмы и работы из редких пород. Леонид Шпилько был известен тем, что делал картины из камня в технике флорентийской мозаики. Украшения и сувениры. Чтобы подчинить себе горный материал, автор должен разбираться в минералогии, геологии и даже геометрии. Это очень сложная техника. И порой руки в кровь стирал он, когда полируется даже, потому что одно неосторожное движение, и минерал может просто лопнуть, трещину дать. И картина как таковая, ну, этот кусочек самоцвета приходится другим заменять. Все работы Леонида Шпилько пронизаны северными мотивами, ведь из 40 лет своего трудового стажа 38 камнерез проработал в Магаданской области. С работами потрясающей красоты можно познакомиться в музее на улице Глинки до конца ноября. И мы продолжаем нашу юбилейную рубрику «Актиз в лицах». Сегодня познакомим вас с операторами нашей телекомпании. Кто скрывается за объективами камер и о чем думает во время съемок, расскажем в сюжете далее. Бойцы невидимого фронта именно так называют корреспонденты телекомпании «Актиз» своих видеооператоров. Лица этих мужчин всегда остаются за кадром, но именно от них зависит, какими увидят сегодняшние новости десятки тысяч ангарских телезрителей. Те, кто наблюдал работу съемочной группы, просто не могли не заметить, как тесно сотрудничают тележурналист и оператор. В лице дача у них одна – наиболее точно и объективно донести до зрителей актуальную информацию. Ведь здесь важен не только текст сюжета, даже самый интересный репортаж может испортить бракованный звук или расфокус переднего плана. Я работаю совсем недавно, буквально месяц стажируюсь. Мне эта работа очень нравится. Это постоянно что-то непохожие дни, то есть нет рутины, оперативность. То есть мы постоянно один день не похож на другой. Очень интересная работа, коллектив очень приятный, и мне очень нравится здесь работать. Четыре года работает в телекомпании видеооператор Антон Бархатов. Помимо съемок официальных заседаний, ДТП и пресс-конференций, в его обязанности входит и запись телепередач. Он же Гога, он же Юра, он же Жора, он же Григорий Иванович. Антон – специалист универсальный. Может взять на себя обязанности видеоинженера и собрать сюжет, телепередачу и даже целый фильм. Но душа все-таки больше лежит к операторской работе. Я себя всегда считал немножко художником, потому что передавал картинку ту, которую я вижу. И не просто ту, которую вижу я, а которая нужна журналисту. И когда ты сможешь передать эмоции, те, которые происходят во время всей съемки сюжета, когда ты сможешь передать ту окраску, которую хочет журналист, которая присутствует на самом деле на съемочном процессе, вот это, наверное, самое интересное и самое главное в работе оператора. Вместе с журналистами ежедневно погружаются в городские события Дмитрий Швецов и Дмитрий Новопашин. Отдав десятилетия телевизионной журналистики, они знают все тонкости работы сложной японской техники и могут, если нужно, подремонтировать аппарат даже во время съемки. Вот такие они глаза нашей телекомпании. Молчаливые, скромные, но вместе с тем внимательные, с хорошей и быстрой реакцией, умеющие в детали увидеть целое, а за проблемой одного человека разглядеть события городского масштаба. Наталья Зарубина и все-все-все операторы программы «Местное время». Накануне вечером Ермак сыграл с альметьевским нефтяником, одной из самых сильных команд ВХЛ. Сейчас турнир на таблице, сборная на третьем месте, в то время как оранжевые лишь на 11-й строчке. Четырехматчевая победная серия ангарчан, увы, закончилась. Оба гола гостям забили под конец игры. Ермак так и не смог ответить хозяевам льда ни одной шайбой. Итог встречи 0-2. Борьба у борта, сразу два хоккеиста. Нефтяника его сейчас. Передача на Янценса, их есть шайба! На очереди у ангарской команды игра еще с одним сильным соперником – нефтекамским Торосом. И таковы новости дня. Всего вам доброго и хороших выходных!